Поддержка экономики мировыми центральными банками. В данном случае приведено меры поддержки экономики мировыми ЦБ и правительствами. То есть, что осуществлялось, какие государства, какие меры применяли. Есть всего четыре основных типа поддержки, которые осуществляются в ситуации стимулирования экономики в свете пандемии. Во-первых, это денежно-кредитная политика. Вторая мера поддержки экономики – это внешняя политика. Внешняя политика, в первую очередь, это так называемые валютные интервенции и меры движения капитала. Третий блок мер – это финансовая политика для банков, которая предоставляется. В большинстве своем меры финансовой политики для банков сходятся к снижению объемов резервирования. Ну и последний блок финансовой политики для заемщиков – меры из поддержки, стимулирования. Это, соответственно, государственные займы или кредитные гарантии, обеспечивают предприятию любого размера адекватный доступ к капиталу, ну и реструктуризацию условий кредита или мораторий на выплаты. То есть, когда предоставляют заемщику финансовую помощь путем изменения условий или отсрочек платежа. В принципе, практически во всех странах данные меры были применены. И у нас в России тоже эти меры применялись, в Америке применялись для ипотечных заемщиков, для кредитных заемщиков, кредитные каникулы. То есть до 3-6 месяцев можно было перенести выплаты и заморозить без начисления штрафов. Давайте еще раз. Меры стимулирования, снижение процентной ставки со стороны Федеральной резервы составило 1,5%, снизили в Саудовской Аравии 1,25%, понижение составило в Канаде 1%, в Англии 0,5%. Ну и вот, соответственно, по другим мировым центробанкам российский центральный банк снизил на 0,5% ставку рефинансирования. Активы на балансах. То, про что я говорил. Меры стимулирования, количество напечатанных денег. Синий график – это, соответственно, активы на балансе Федрезерва. 3 трлн долларов напечатано было в общей сложности даже 3,2. В январе было 4, сейчас 7,2 трлн долларов напечатано. Банк Японии, и можно видеть, что, в принципе, европейский центробанк тоже особо не достает. 2 трлн евро было напечатано с января 2020 года по октябрь 2020 года. При этом, на что на себя обращает внимание, и в чем заключается опасность основная. Печатный станок, вот в Соединенных Штатах Америки, он работал примерно вот по такой схеме. То есть первый раз серая такая область – это программа QE1, поддержка экономики после 2008 года. Потом такая достаточно краткосрочная программа QE2, вот рост активов, желтая сфера заштрихована. QE3 – программа поддержки, зеленая область. И вот сейчас фиолетовая область, то есть 4,2 трлн в общей сложности было напечатано. Посмотрите на продолжительность, то есть как растянуто во времени предоставление этой ликвидности. Если программа QE1, в общей сложности там 60 недель по времени была, QE2 по продолжительности 80 недель, программа третья программа выкупа активов по продолжительности была свыше 100 недель, то за одну неделю, за одну неделю, за две даже, если быть точным, за две недели Федрезерв напечатал столько денег, сколько он напечатал в рамках каждой самой крупной программы поддержки QE2. Ну как бы понятно, я сейчас объяснил или нет, ребят. Ну и соответственно это в том числе увеличивает денежную массу, рост денежной массы, я тоже об этом говорил. Увеличение денежной массы в любом случае в дальнейшем приведет к росту инфляции. Инфляции нет по одной простой причине, потому что скорость обращения денежных средств она замедлилась, люди не тратят деньги, они не верят, они не понимают, что будет завтра. Вот это вот важный показатель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова